Мы уже с вами говорили о том, что все творение начинается с того, что желание получать созданное из ничего разбилось на большое количество частей. В каждом из нас есть его часть, и вообще все создания в мире, неживые, растительные, животные, в каждом есть часть того желания получать. И цель творения в том, чтобы мы собрали это желание получать и сделали его единым, несмотря на то, что внутри оно полностью разбито. Поскольку свет, который входит в желание получать, ее, наоборот, нужно знать, он дал мне всю силу, желание получать. И из одной точки, которая была нечто из ничего, раздулась в малху бесконечности. И разбилась светом, который наполнил ее ради себя. Поэтому Вся наша работа в том, Вся наша работа в желании получать, приходит из света. Несмотря на силу эгоизма, мы обязаны прийти к единству. И единство с нашей стороны Будет сильнее самого света. Так мы придем к состоянию, где Кли будет определять состояние света. Как сказано, одолели меня, превзошли меня, сыновья мои. Поэтому вся наша работа в единстве. Поэтому в желании получать Всегда страх. Страх за себя. Страх за тех, кто близок ко мне. Что, собственно, идентично страху за себя. Потому что я чувствую близость с этими людьми. Я их ощущаю как часть себя самого. Но страх этот, трепет, это естественное свойство, единственное естественное свойство желания получать. И здесь мы должны поэтому все время проверять. За что я боюсь? Потому что наше желание получать все время оно как радар, как локатор. все время ищет, все время проверяет, что во мне происходит и что происходит вовне. И всегда находится в поиске наиболее оптимального состояния. лима. Какое? Если этот мир, как мы увидим, желание получать творение, оно будет заботиться только о себе. Если оно проходит на другую сторону, на следующую ступень, в следующий мир, он начинает заботиться о ближнем или о творце, что собственно одно и то же. Но страх этот трепет всегда сопровождает желание получать. С маленьким желанием получать маленький трепет, с большим желанием получать большой трепет, большой страх. Потому что это желание получать, которое зависит от своего наполнения, от наполнения извне, поэтому его внутреннее состояние Это всегда трепет, всегда страх. Всегда находится в ощущении нехватки. И тут нам нужно понять. Что за процесс мы должны пройти? Начиная от страха за себя, к страху за ближнего. От страха за группу, до страха за Творца. И таков, собственно, процесс. Поэтому каббалисты так сильно подталкивают нас к работе в группе. Потому что эта работа в группе это то, как мы можем дать человеку ощущение трепета за других людей, за чужих людей, за связь между ними, за его зависимость от них, от того, как он о них заботится. Это то самое главное, что мы хотим, чего мы хотим достичь на этом Конгрессе. чтобы каждый мог это попробовать, чтобы у каждого это было, насколько можно создать связь с чужими, собственно, людьми. Таким образом, что я начинаю думать о том, что без них я не могу. Что с ним вместе я прихожу к новым пониманиям, к новым ценностям. Когда я вдруг начинаю чувствовать такие вещи, которых раньше во мне не было. они исчезали из поля моего зрения, из моего ощущения. А здесь во мне рождается новое отношение к ближнему. То, что находится вне меня, вне моей кожи. когда есть нечто особенное в моей заботе за кого-то чужого. И мне понятно, что, с одной стороны, это чужое. И я это отвергал и не думал об этом. Мне было тяжело держаться за это в голове, да и в сердце. Тем более. И вдруг, благодаря нескольким простым упражнениям, я начинаю приходить к связи с чем-то, что было чуждым мне, что находилось вне меня. Как сказано, за светом находится это это находится в свете. И это особенное ощущение. Ощущение вне желания получать. Когда я не чувствую, что это относится ко мне. Это совершенно чуждое ощущение. я здесь начинаю выяснять духовное кли. Потому что духовность находится вне тела человека. Тело это то, как я представляю себе мой круг. то, что находится вне его, я о нем собственно не беспокоюсь. И вдруг, несмотря на то, что у меня есть ощущение того, что это чужое, у меня вместе с этим есть ощущение важности этого. Настолько, что я начинаю трепетать за них. и это ощущение построено из двух этих свойств, с одной стороны, не принадлежит мне, с другой стороны, принадлежит. Это очень особенное ощущение. Оно развивается и приводит меня потом к двум линиям. и тогда мы уже начинаем из этого строить духовное клей. И, как сказано, от любви Творца к любви, от любви к Творцу, так я изучаю благодаря тому, что происходит со мной здесь и сейчас, в этом мире, осязаемо. Так я прихожу к состоянию, в котором я могу начинать заботиться о Творце. Потому что, если я раскрываю в своем отношении к группе, к своей группе, какое-то отношение, заботу, близость, отношение как матери к ребенку, тогда из этого я также могу почувствовать того, кто наполняет группу, кто находится в них. Собственно, Творец свойства отдачи и любви. И тогда у меня есть Кли группа, в которой, как в Малхут, как в Шхене находится Высший Свет, Творец, а я нахожусь вовне и связан с ними, но тем не менее вовне. И тогда я смогу определять все, что будет происходить. потому что во мне есть это желание получать, которое отделяется от света, нечто из ничего. И это помогает мне быть независимым, несмотря на то, что я полностью предан им и беспокоюсь о них и о Творце. И тогда я оправдываю весь этот процесс, который прошло творение, чтобы быть в этом особенном состоянии. когда я понимаю, чувствую, нахожусь там, не аннулируюсь относительно света и Творца. Я еще больше определяю силу раскрытия Творца и заботюсь только о том, чтобы их наполнить. Как усилить связь между всеми? Забота о силе желания в Малхот, в Шхине. как поднять это желание к Творцу и как усилить раскрытие Его еще больше. И все это ради того, чтобы насладить Творца. как сказано, ради братьев и друзей моих буду говорить миром о Тебе. Я забочусь о совершенстве, о целостности раскрытия Творца в группе. за этим в этом собственно такова собственно общая картина. потом я начинаю видеть, что есть еще много желаний, состояний таких, в которых есть большое неисправное желание получать, много проблем, конфликтов и других неизвестных моментов. И тогда я нахожусь в страхе, в трепете, чтобы ничего не стряслось с группой. и я обращаюсь к Творцу, чтобы он занялся ими, чтобы я был в ответе, как их попечителем, чтобы я взял на себя все. То есть я должен быть соединяющей трубкой между ними и Творцом. А в другой раз я прихожу к этому иначе. Я заботюсь о Творце. И тогда я воздействую на них, чтобы пробудить их сердце, чтобы они стремились к Нему. И тогда у меня все время получается такая взаимная двусторонняя работа. Это не только у меня, у каждого из товарищей. Нас всего десять. И когда мы так работаем, мы приходим к взаимному страху. К страху за группу. хорош тем, никогда не прекращается. Она заменяет предыдущий страх. Она становится тем кли, кли-трепета, для нового наполнения. Когда этот страх весь заключается в том, можем ли мы вместе, соединяя наши частные страхи, трепет, каждый собирая свой частный трепет, собирая их воедино, сможем ли мы этим насладим Творца? И тут очень много деталей, в которые я сейчас не могу вникать, потому что у меня недостаточно слов для этого. Это собственно то, что приводит нас на духовные ступени. Здесь мы уже находимся в слиянии с Творцом, находимся с Ним во взаимной связи. Поэтому, если мы видим, что развитие происходит в таком виде, как мать, заботящаяся о младенце, постоянно, 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 пока он не вырастет, уже не может заботиться о себе, и тогда она продолжает беспокоиться. Мы видим, что страх, трепет, это собственно сопровождает развитие всегда. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы стараться всегда проверять, о чем трепещет мое сердце. Вы в чем-то это почувствовали уже сейчас, что десятка, в которой я нахожусь, уже не чужая для меня. Может быть, кто-нибудь хочет сказать, что он раскрывает в связи с товарищами, чего у него не было до сегодняшнего момента, с товарищами, с которыми до сих пор у него не было никакой связи. Пожалуйста. Никого? Никто не хочет? Лошабим. Меня зовут Роман. Я здесь на первом конгрессе. Буду говорить не верите. Первая моя такая встреча. Я почувствовал тут очень сильное желание объединиться. Почувствовал это изнутри буквально товарища. Я почувствовал вдруг, как я как будто есть что-то вне меня. я чувствую, я только начинаю. Это только начало. это что я чувствую сейчас. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТОМ мой второй конгресс. Я был также на зеркальном конгрессе в Питере. И то, что я для себя сейчас раскрыл, это общее такое чувство, общее ощущение, такое потрясающее чувство принадлежности, что я часть чего-то большого. Когда я вхожу все глубже в это, это все больше меня укрепляет, наполняет какими-то силами. И я думаю, что каждый своим путем по-своему как-то это раскрыл в своей десятке ощущение принадлежности друг к другу и принадлежности к Творцу с глубокой связью в такой веревке, которая постепенно вьется, вьется и превращается все в более прочную канат. Спасибо. Все такие скромные. Микрофон у кого? Лиэш. Но у меня но я думаю, что мужчины так это действительно скромно и спокойно представили, но это заразило нас, женщин. В этой группе у нас есть тут просто гамма ощущений. И спасибо вам за такое. это новое ощущение, которое я испытываю в десятке сегодня. Оно поднимает выяснение, которое для меня непонятно, но до сих пор это был конфликт между моим эгоизмом и тем, как я им пользуюсь, чтобы давать другим. и это возвращается к эгоистичному, но я пытаюсь быть большим альтруистом, даже не знаю, как это объяснить. Здравствуйте, меня зовут Луис Моррисон. Меня зовут Луис Моррисон, я из Сан-Диего, Калифорния. Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за ваш огромный вклад в нас и во все человечество. Спасибо. Я занимаюсь в Каббалах уже 4 года, в основном виртуально, потому что у нас нет в Сан-Диего группы, но одна из проблем это то, что у меня действительно нет физической группы, но как только я оказался здесь, я почувствовал некую стену, как эгоизм который встал на моем пути и я хотел отменить себя перед группой начал думать об этом я сказал себе отпусти дай отдайся как только это получилось я почувствовал обязательство к этим товарищам я почувствовал что я просто неверно себя вел я наполнился стыдом я понял что я неправильно вообще все это не поручительство потом после этого я почувствовал что я тут сижу с абсолютно поручившимися товарищами зал был наполнен для меня поручительством я вам это говорю после того как много времени смотрел на вас только на экране вдруг это все превратилось в реальность это не не некая иллюзия это целый мир который который желает мне этого я это почувствовал здесь и это изменило мою жизнь я считаю спасибо здравствуйте раф меня зовут гада абдул я в первый раз здесь я вчера задала вам вопрос относительно назначения женщин в кабале роли женщин в кабале но сегодня самое лучшее что я поняла это то что в первый раз в нашей жизни несмотря на то что мы как женщина очень хорошо объединяемся я никогда не видела такой красоты как объединяющиеся мужчины поэтому я очень благодарна вам за это переживание я уверена что мир может объединиться когда вы объединяетесь то есть мы видим что здесь создалось новое желание которое проявляется в заботе в основном заботе о моей десятке когда я постоянно как бы нахожусь с мыслью о том где они как написано братьев своих ищуя когда речь идет о юсефе история юсефа из пятикнижа это по сути тут этап до входа в большое эгоистическое желание в египет который мы тут тоже постепенно раскроем у нас возникнут проблемы будут столкновения в объединении между нами в этих десятках мы нам придется преодолевать это работать с этим поскольку кли должно познать всю свою эгоистическую мощь и сущность пока что наши все желания такие маленькие нам дают как детям свыше некий уход за нами свыше присмотр такой ласковый а потом наступит серьезный этап эгоизма ненависти нам будет очень трудно удержаться за некое объединение в нашей десятке но все грехи покроет любовь и нам надо будет все время быть в такой борьбе когда большой эгоизм будет царить между нами и вместе с этим над ним мы будем постоянно укрывать покрывать его любовью любовью не давая ему выкипеть все время будем поддерживать друг другу подставлять плечо друг по другу помогать поскольку в группе все так и устроено что один поднимается другой падает всегда мы можем получить помощь от других таким образом творец играет с нами поскольку он хочет раскрыться между нами в своей мощности во всех пяти своих цветах на ранхай и для этого мы должны приготовить клей на все пять ступеней вьюта это большой очень эгоизм который будет между нами и это по сути все понятия этих подъемов по ступеням раскрытие эгоизма работы с ним объединение поверх его на все грехи покроет любовь когда раскроются все грехи и раскроется любовь покрывающих то есть мы сейчас благодаря таким простым упражнениям начали вступили шаг вперед в направлении раскрытия духовного клея поскольку то что находится вне меня это ну то что описывается как вне моей кожи и из плоти своей узрю творца сказано то есть вне своей плоти вне своей оболочки я увижу встречу басар плоти это мох ацамодгидин басару веор то есть мозг кости плоть и кожа пять слоев за ними уже начинается истинная клей света хохма и раскрытие света в таком клей это уже какой свет свет хая ехида то есть это свет хохма по своей сути сейчас перед нами только один путь мы понимаем в каком направлении следует ступать что делать и если мы будем идти таким образом мы начнем видеть в наших взаимоотношениях как мы работаем с шестьсот тринадцатью вариациями желаний которые управляются между нами которые называются шестьсот тринадцать заповеди митвот которые по сути если таким образом каждый будет относиться в группе в шестьсот тринадцати таких своих желаниях то мы делаем как некое в машине в машине есть такое ткань как плетут ткань в этой машине которое производят ткани мы делаем такое место соединение всех наших желаний чтобы поддавать друг другу это уже место для духовной ступени где раскроется дворец поэтому написано что в царском дворце нет ничего более важного и дорогого чем сам трепет поскольку трепет благодаря тому что я являюсь лишь желанием получать трепет он является индикацией как передать то есть оно трепет указывает демонстрирует мою заботу о ближнем то есть это мера отдачи ближнему индикация мера отдачи ближнему это то что я хотел по сути сказать я бы не хотел сейчас сильно распыляться в разные еще вещи затрагивать лучше вы задавайте вопросы иначе я сейчас начну задавать вам давайте микрофон микрофон здравствуйте здравствуйте я джон из торонто да да вы нам знакомы говорит раф джон я хочу спросить что значит объединиться с товарищем что это за усилие объединиться что мне кажется что на семинаре когда обнимаю товарища я чувствую некое отторжение я не чувствую что у меня есть какой-то контроль над своими чувствами когда я чувствую такое отторжение и я говорю все я хочу преодолеть это отторжение я чувствую что я делаю усилия упираясь в стену это вообще не в моей власти то есть я не понимаю что такое объединиться и у меня нет никакого контроля как бы над этим что значит объединиться не знакомы эти чувства мы должны проделать много действий повторяющихся раз за разом пока высший свет не будет не повлиять таким образом на каждое мое действие вдруг я почувствую что этот товарищ стал мне близким важным я начну смотреть на него с каким-то почтением теплом настолько что мне захочется дотронуться до него обнять его доставить ему доставить ему какое-то хорошее ощущение это приходит благодаря воздействию света и я чувствую что это так происходит что само это не могло произойти во мне такое потому что нет этого человека к этому человеку в моей природе никакого стремления чтобы я хотел быть с ним обниматься беспокоиться как то делать ему что такое со стороны чтобы ему было хорошо нет не ясно что этого не могло быть еще раз это все исходит из того же закона все преступления покроют любовь потому что преступления остаются я чувствую что если бы не покров любви я бы его оттолкнул не хотел бы его видеть пусть будет там но два чувства одновременно ясно мне что между нами расстояние преступления то есть эгоизма и ясно мне что на это сейчас происходит покрытие любви чувства это как следствие воздействия света возвращающего к источнику так это происходит это берет время и иногда это приходит больше меньше иногда исчезает поднимается есть всевозможные состояния на которых мы должны учиться почему это так происходит но формирование такого чувства по отношению к десятке является началом строения духовного клей которого не было в тебе раньше это исправление разбиения то есть мы уже благодаря этому приходим к основам творения это уже не этот мир еще что ну 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 здравствуйте меня зовут Адриан из штата Колорадо я занимаюсь всего месяц и у меня вопрос из моего бурлящего эгоизма если мы являемся всего лишь сосудом получения наслаждения а кабала должно прекратить прервать это самополучение то откуда мы будем получать наслаждение наполнения так скажи скажи скажите мне пожалуйста когда я люблю кого-то моего ребенка моего ребенка человека которого я люблю мне нужно получать от него что-то или я получаю наполнение когда я даю ему мать которая дает пищу ребенку она страдает или наслаждается конечно же наслаждается мы изучаем это в больших статьях у Бальсулама где сказано что если важный человек женится на женщине если он важен он не то чтобы давал ей и благодаря этому она становилась его женой но она дает ему если он согласен получать она становится его женой то есть наоборот потому что того кого мы любим отдача ему становится получением это наполняет меня наполнение что является все наполнение в духовном в той мере в какой я исправляю себя чтобы любить кого-то я тем самым наполняюсь настолько сколько я ему даю мне не нужно другое наполнение я наполнил его он даже не знает что это я это не важно главное что он наслаждается нет сейчас сейчас он раскрыл что это я и он приходит ко мне и дает мне 100 долларов но так вы хотите чтобы было получение мое получение мое наслаждение от того что я даю потому что я люблю это наслаждение неограниченное это зависит только от меня насколько я раскрываю любовь я могу отдавать без всяких границ я достигаю мира бесконечности состояния бесконечности это называется духовным наслаждением и поэтому правило возлюбить ближнего как себя является основой всего духовного и тогда приходит тревога страх беспокойство это по сути дела является темой этой лекции смогу ли я еще больше любить могу ли я что-то добавить к своей любви есть может быть еще какие-то возможности когда я добавлю буду давать беспокоиться как мы видим мать беспокоиться о ребенке может быть еще немного положить его так или иначе укрыть его так или иначе мы видим как исходя из любви она ищет что можно добавить потому что в таком виде это неограниченная любовь и это дает ощущение духовного мира потому что мы тем самым находимся буквально в слиянии с творцом согласно соответствию свойств и достигаем следующей ступени существования неживой растительный животный уровень наш мир и уровень человека подобного творцу это уже за максимумом это уже следующая ступень мы с вами находимся как животные в нашем мире с возможностью подняться это то что мы делаем понятно есть еще вопросы нет прекрасно а тогда что что там ну 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 здравствуйте раф в нашей десятке возник вопрос как поддерживать эти чувства которые мы здесь выработали после окончания конгресса нам очень легко это сделать здесь когда мы действительно касаемся видим друг друга как продолжать делать это потом виртуально прежде всего сейчас я не думаю о том что будет мы должны развиваться и подниматься на уровне все более высокие в нашем ощущении я говорю именно в ощущении не в расчете потому что желание получать это желание получать наслаждение и удовольствие это детектор чувства мы должны все больше и больше заострять эти ощущения связи беспокойства возможности наполнить другого беспокоиться о своих товарищах моего круга как можно больше как можно больше нам у нас есть еще достаточно времени мы побеспокоимся обо всем что произойдет затем айкар они главное я должен быть сейчас предан своей десятке я хочу прийти от я к мы от мы к единому и я хочу потерять себя свое личное ощущение как скажем человек который напился до такого состояния что он буквально ничего не помнит и не понимает я теряю ощущение своего я тогда я начинаю получать ощущение мы это уже какая-то малая мера к ли до разбиения то есть я поднимаюсь снова в мир бесконечности мы с вами изучаем что есть одна ось от бесконечности до нашего мира Адам Кадмо на целу дбрияй цера осия и мы на последней ступени этого мира последнего мира последняя ступень мира осия и туда мы начинаем подниматься я хочу максимально насколько это возможно войти в группу быть среди них пока я со своим маленьким желанием которое пока что раскрыли мне исчезаю в них я снова собираюсь соединиться с теми килим которые были до разбиения это называется подъемом по ступеням и каждый раз отменять себя по отношению к ним полностью это является моей работой это отмена на любой ступени происходит по трем этапам и бур и ника мухин зарождение вскармливание большое состояние прежде всего на самом маленьком уровне авиюта авиют шореш корневой авиют затем вскармливание и ника это первый уровень авиюта а а а затем мухин это авиют второй третьей и четвертой стадии и так каждый раз я должен но направление всегда такое я включаюсь в них я хочу потерять себя в них раствориться я рассеиваю себя там я как бы это сказать растворяя себя в них ну не знаю даже как сказать и так я продвигаюсь это форма слияния поэтому мы сейчас должны совершать всевозможные действия которые дадут нам впечатление от связи между нами чем чем можно больше мы сможем воспринять не думая о том что будет потом но именно здесь как можно больше впитать вобрать вобрать свое включение в десятку потому что это уже духовная кли и я хочу насколько это возможно обрести его в эгоистическом виде только больше удерживаться в нем и поэтому первый вопрос мы прежде всего находимся в круге да мы смотрим друг на друга и я чувствую что все мы вместе что мы собрались здесь чтобы сформировать свойства объединения в котором раскроется творец и тогда мы должны построить между нами связь беспокойства связь тревоги как мы создадим это и как мы поможем друг другу укрепиться в этом во взаимном беспокойстве о объединении между нами пожалуйста это типа как выстраивать трепет как помочь друг другу стать сильнее в общей заботе в общем поручительстве тот образ в котором мы выстраиваем трепет в этом поручительстве это в самоотмене это когда мы уберем все наши желания в сторону и ставим перед собой желания ближних за счет того что мы отменяем все наши суждения о ком-либо критику и помогаем друг другу поднять нашу цель превыше всего да наш эгоизм является врагом обвинения поэтому только то что мы поддерживаем друг друга пользуясь завистью тщеславием почестями наш эгоизм выводит нас из этого мы мы должны всегда держать с нами товарищей чтобы преодолеть этот эгоизм все время удерживать товарищей в наших мыслях в наших сердцах отменяться это единственный путь так помочь нам быть ответственным за группу это одна вещь мы едины поэтому мы должны беспокоиться друг о друге и чтобы было у нас это взаимное поручительство необходимо чтобы поддерживать друг другу и беспокоиться о том чтобы этот товарищ был великим мы помним что товарищи это наше отражение и то что мы не любим у них это значит мы не любим у нас приносите в группу чтобы мы могли выяснять это и подниматься над этим но работать над тем чтобы видеть насколько велики товарищи потому что мы исправляем себя в материальном и тогда мы можем войти в духовное можем отменить себя почувствовать товарищей в наших сердцах в группе мы должны быть ответственными мы должны обязаться и делать это 23 с половиной часа в день мы делаем это меньше но мы не можем это совсем не делать мы все мы время работаем над этим это похоже на то что мы видим то мнение которое обнаруживаем то мнение которое существует между нами и работаем на то чтобы усилить это развить словно мускулатуру и мы все больше и больше обращаем внимание на то что мы исчезаем уходим из этого центра группы мы начинаем видеть того чего не было раньше и то ощущение которое это дает это то что сила которую мы даем друг другу и в этой группе в этой десятке все возможно и тогда когда мы обязуемся в этом перед своей десяткой вот это поручительство и те границы которые мы собираемся создать вместе это создано для нас для того чтобы добиться успеха мы не можем этого сделать сами но когда мы смотрим друг на друга и обязуемся друг другу для того чтобы толкнуть друг друга в цели мы знаем что десятка с нами вместе даже когда мы не вместе мы должны это обязаться хотя это больше нас и это цель творца относительно творений и мы должны достичь этой цели помочь в этом друг другу я думаю что символика этих десяти я думаю великая вещь в кабале и и творцу это все более более совершенно мы видим себя как группа как десятки и раф сказал что сфера не объединения показывает что желание огромно но необходимо находиться в этом желании преодолевать критику бороться с этим потому что группа это совершенство и так мы соединяемся соединяемся с творцом соединяемся в группе я думаю что в группе здесь человек может быть очень сильная обязанность которая основана на том что мы воспринимаем друг друга возвышаем друг друга и одновременно в этом должно быть очень много благодарности и мы должны давать примеры нашим товарищам что нам это важно и как мы выстраиваем эту взаимную важность влияя друг на друга если я показываю товарищу что он мне важен я таким образом заставляю его вести так же мы должны играть в это пока это не станет истинным состоянием и мы удоставим всей этой близости когда мы уступаем этим надеждам это дает возможность каждому ценить и мы приходим к цели только только как знаем где мы и когда мы приходим к цели только когда можем отказаться от своих надежд и видим каждого как он есть и тогда мы приходим к этому как сказали товарищи мы должны обязаться перед товарищами перед десяткой все время удерживать товарищи не давать им упасть и просто удерживать эту десятку нет ничего более важного чем взаимная ответственность между товарищами там все происходит отсюда все достигает действие мы видим что это происходит мы чувствуем это как все слова становятся важными значительными мы начинаем чувствовать друг друга чувствовать желание и и важность серьезность которая есть в каждом из товарищей нам вдруг становится важным мы как сказал мой товарищ начинаем ухаживать за этим как за любимым ребенком и возникает любовь и если товарищи в этом выяснении которое продолжается в течение всего дня когда мы находимся в окружении это позволяет начать выяснение наше повседневное и мы вспоминаем что забыли о творце и давайте вспомним о нем и страх не дать достаточно то что требует товарищи ведь мы должны помогать каждому в группе да каждый раз когда когда я начинаю заботиться о группе когда у меня есть возникает страх потерять их когда без них я снова выпадаю на уровень животного я нахожусь в страхе испытываю внутреннее давление очень большое и тогда я всегда начинаю оценивать себя насколько я внутри их или нахожусь вне их и этот страх эта тревога приводит меня к необходимости связаться с творцом потому что и не я не группа не можем быть связи между нами кроме как с помощью света который воздействует на нас то есть мы вдвоем и нам нужен еще третий участник партнер творец он свидетельствует и он удержит нас вместе он заключает союз между нами получается что мне нужен творец чтобы связаться с группой так все товарищи вместе а затем мы приходим к такому состоянию что нам нужна группа именно чтобы раскрыть творца чтобы дать ему место для раскрытия таким образом доставляем ему наслаждение и получается что мой страх потеряет связь с группой приводит меня к необходимости в творце тогда получается что Исраэль творит стура едины то есть Исраэль это каждый стремящийся достичь свойства любви и шар кель прямо на к творцу это свойства любви как сказано возлюби творца своего и любовь к ближнему это в сущности главное возлюби ближнего как самого себя поэтому наша тревога она в точь в точь соответствует самому свойству любви которую вы хотите достичь то есть забота это к ли а любовь это его наполнение ну и допустим если все в порядке не раскрывается новых хессарон путаницы разнообразные то что меня трясет как следует и и желание искать группу и необходимость в творце чтоб помог то есть все так хорошо совершенство везде во всем если действительно ничего не меняется я могу за секунду потерять свое духовное состояние потому что духовное оно все время в добавки заботы в добавки любви в добавки стремления непрерывно так откуда же я беру это стремление постоянное когда оно не приходит ко мне не раскрывается во мне по крайней мере какие-то преграды неисправности без раскрытия зла я не могу удержаться за добро в добре так и отношение между нами если не раскрывается что-то такое какое-то трение как перец в пище то мы не чувствуем вкуса даже в самых прекрасных ощущениях откуда же мы берем этот перчик если действительно все хорошо и может быть и ты не хорошо совсем но теоретически так вот не раскрывается ничего плохого откуда я беру это немножко плохого чтобы дало мне порывы продвигаться и возможность удерживаться за нынешнее состояние иначе мой страх исчезает клей пропадает и я нахожусь на уровне неживом на мертвом уровне откуда откуда мы берем тревогу беспокойство из совершенного состояния пожалуйста как и сейчас скажем нет нет такого беспокойства группе мы сидим вместе находимся вместе выясняем вместе где беспокойство где страх тревога чтобы я вошел между ними там там пылающий огонь там все находится а где же я где со своей необходимостью раскрыть эти вещи как у раби Йосибен Кисма он со своими маленькими учениками углублялся в них и там он находил духовное самое высокое кли хотя сами они не чувствовали этого так все зависит от меня если я сейчас раскрою огромное беспокойство которое позволит мне проникнуть в мою группу в мою десятку и там раскрыть все более и более внутренние слои я раскрою там кли на самых высочайших уровнях потому что духовное находится в абсолютном покое то есть как я пробуждаю в себе страх трепет тревогу в состоянии когда я спокоен я как будто бы сплю и мне трудно себя тащить ну ну я чувствую как будто пример который есть у меня как как будто мы были здесь говорили я был в состоянии которое Раф описал и на какое-то мгновение кто-то из десятки вышел и сразу же страх который был у меня начал расти потому что я видел что что-то пересилило моего товарища и я почувствовал что мои части не достает эта сила сразу же вернулась и мы сейчас нуждаемся в творце больше чем десять минут назад пятнадцать минут назад когда это произошло я не знаю этот пример который возник у меня я почувствовал внутри себя такой огонь где моя десятка где мой товарищ он пошел в туалет но его так не хватает это я это так почувствовал его уход вызвал у меня этот страх и мы чувствуем друг друга и мы вызываем пробуждаем друг в друге все чувства и в чувствах которые есть у нас и связи которые мы создаем друг с другом мы должны не брать ничего как само собой разумеющееся что мы переживаем вместе это вещь очень особенная и творец нам дал это и это наша ответственность как я сказал раньше не принимать это за собой само разумеющийся что духовное где-то там и мы даем то что мы должны дать если мы чувствуем себя усталыми ослабшими и раз здесь мы не достойно просто принимать его здесь когда мы копнем поглубже мы понимаем что мы берем свет от него и осуществляем друг другу и поэтому нужно находиться в страхе потому что придет время когда мы останемся одни все хорошо и прекрасно но когда мы одни там мы должны убедиться что мы сильны в намерении думать о десятке о цели творца и творения это настолько волнующе слышать эту мудрость из которой говорил сейчас Рав хохма мадимазот а лава и хибу и паха и а реценот а хим муки шаль блядам литхабер и самые глубокие желания человека и страх соединиться с другим когда это является средством создать связь с творцом это для меня великая честь быть здесь вместе с вами я хочу вернуть повторить одно из вещей которое сказал товарищ я чувствую это мнение потому что я чувствую что мы пазели не хватает в этой мозаике одной части и я просто пережил это чувство и в особенности так быстро я почувствовал что чего-то недостает и что есть часть этого единства которая исчезла я знаю что это только временно но очень интересно почувствовать это мы здесь ощущаем объединение и я чувствую близость к этому вопросу потому что я тоже почувствовал усталость и я прошу вас товарищи попробуйте вытащить меня из этого состояния отсутствие отсутствие важности отсутствие состояние когда не испытываю страха этого этого трепета что мы не дай бог не достигнем максимального объединения между нами и это вызвало во мне впечатление сделать все что я могу для того чтобы вытащить себя из состояния но также дать вам впечатление и чувства и дать вам важность цели но мне нужна ваша помощь потому что я недостаточно спал в последние дни мой страх усиливается за последнее время как наш товарищ прежде чем он вышел из своего из нашего круга и думать о Раве есть здесь некое такое ожидание что он что-то скажет и вместе с тем объединение нас между собой вызывает рост этого страха я начинаю чувствовать что я собирался подремать заснуть что-то меня удерживало я знаю что каждый из вас зависит от меня когда я присутствую здесь и сейчас честь единства я думаю что это улучшит нашу группу если он вернется даже если он будет должен держать микрофон пока не скажет мы просто будем ждать для того чтобы он смог буквально участвовать и продвинуться вперед и видеть что мы ждем от него только его присутствие не то чтобы он был умным в каком-то там виде да да у нас есть прекрасная группа то есть мы 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 обнаружили что свойство трепета страха тревоги беспокойства это главное свойство нашего желания получать которое может подвинуть его к исправлению поэтому сказано поэтому написано что в сокровищницах царя есть трепет перед небесами то есть форма трепета когда он правильно выстроен он становится духовным кли как кутев баля сулам так пишет баля сулам нет у творца в его трениках ничего кроме страха перед небесами но нужно разъяснить что такое страх трепет это кли из которого создают сокровища и помещают туда все самые важные вещи и тогда сказал баля сулам трепет это как сказано о муше сказали что скрыл муше лик свой потому что боялся смотреть и удостоился увидеть образы творца то есть у него был страх не не дай бог сможет ли он удержать себя перед светом перед наслаждением которое у него есть от приближения творца и понятие трепета что он трепещет перед великим наслаждением которое есть что не может не сможет получить его ради отдачи и при этом вознаграждении когда у него был страх этим он создал для себя кли в которой смог принять высший свет то есть несколько ступеней страха включая если я в группу не забывали об этом нахожусь ли я все время в таком повышенном ощущении стремление чтобы раствориться там забочишь ли о них влияю ли я на каждого из них прошу ли я у Творца чтобы Творец помог им это называется молитва многих когда я прошу у Него за них за многих тогда я остановлюсь каналом между ними мы и ними ну и потом я забочусь смогу ли я удержать это великое наслаждение это цвет который есть у меня от любви от заботы беспокойства и так он продолжает и в этом заключается работа человека и кроме этого мы все относим к Творцу то есть кроме страха я должен заботиться только о страхе в себе все остальные свойства они пробуждаются во мне автоматически соответственно моему состоянию состоянию других и так далее а я в каждом состоянии должен заботиться только о страхе потому что суть страха не получает а Творец дает только получать а мы должны не получать то есть духовно у нас есть обратная работа свет свет приходит а я должен все время держаться чтобы не получить его и об этом сказано все в руках Творца кроме трепета перед Творцом и это кле нам необходимо потому что иначе мы будем называться глупцами то есть теряющими духовное если мы теряем страх и это означает что наш эгоизм который называется ситраахра то есть обратная противоположная сторона Творцу забирает у нас свет ощущение слияния с десяткой с Творцом и если нет у нас возможности намереваться ради отдачи тогда это становится получением и об этом сказано храните заповеди потому что хранение соблюдение это трепет это страх это беспокойство о чем-то это хранит мою связь как сказано каббалистами что если вы будете внизу хранить то Творец будет хранить вас наверху и сейчас вопрос если нет у меня страха что мне делать сердце мертво я нахожусь в таком состоянии таком вот нет у меня ничего пустота не хорошо и не плохо но но ведь написано что я все время должен находиться в трепете проверять можно ли нам добавить к этому как я это делаю как я выражаю себя из состояния апатии и боли вам знакомо это состояние когда ничего не хочется я вижу по вашим физиономиям что вам это знакомо так что делать ну вперед я знаю что я говорю не в свою очередь но у меня есть радикальный совет для того чтобы заботиться друг о друге я предлагаю найти товарища которого не достает нам здесь как я пробуждаю себя из этого состояния апатии есть ведь только наши обязательства и мы должны прилипиться к окружению и не важно что мы чувствуем себя уставшими сонными мы выходим из группы мы смотрим на то как мы прибыли сюда как мы собрались со всех мест в мире и это не просто так все товарищи подготовились все каббалисты раф мы выходим просто из себя и тогда мы боимся да это страх почему мы прибыли сюда потому что чтобы чтобы что-то обрести и десятка вот это строение но очень практичное очень реальное и то что мы прежде искали мудрость и ты сможешь то есть сейчас не нужно тебе убеждать себя нужно прилипеться к окружению группе и то что раф даете это как запустить страх я могу только добавить потому что сказал мой товарищ я не знаю как это сделать и я знаю только что мы сами этого сделать не можем мы можем сделать только с товарищами в правильном окружении и в состоянии когда то что необходимо это не только наши усилия а тройные усилия мы должны преодолеть этот эгоизм который повергает меня в сон и не дает мне слышать и просто вводит меня в эту спячку это это необходимо удвоить усилия не давать себе и группе впадать в такое состояние мы должны прилагать усилия и спрашивать почему это не здесь и как я должен почувствовать то что я должен почувствовать только в окружении это только от товарищей мы тяжело работали чтобы создать эту модель мы видим на уроке рава и каждый раз мы говорим о наших товарищах каждый день мы стали апатичны к этому мы включаем урок даже не думая об этом мы делаем это так много времени что это просто стало нашей частью да мы делаем это не вкладывая в группу мы впечатляемся друг другом и каждый когда находится в состоянии мы пробуждаем его товарищи должны удерживать друг друга и мы выстраиваем себя как десятки когда мы находимся друг с другом мы видим что мы настолько обвинены мы чувствуем что мы находимся в состоянии что не чувствуем что мы так много обложили что мы чувствуем это богатство когда мы чувствуем эту апатию и нам не хочется протянуть руку в группу есть такие времена такие периоды когда мы мы больны не хотим принимать горькое лекарство да но мы знаем что оно нужно нам и когда мы протягиваем руку к своим товарищам когда ощущаем важность их соединяемся буквально душами это именно то что мы ищем поэтому не важно насколько плохо мы чувствуем мы вытаскиваем себя из этого мы делаем усилия чтобы объединиться потому что наши товарищи им не достает этих ощущений иногда мы чувствуем плохо почему же никто не протягивает мне руку что делать мне что что мы делаем чтобы объединиться я думаю что эта апатия приходит вследствие постоянного ощущения когда мы погружены в себя находясь в постоянной борьбе виниться снова в группе и с другими ради наполнения истинной радости когда мы может быть немного засыпаем хотим оставить это или просто убежать эти чувства по всей видимости является частью нашего эгоизма когда мы опускаемся какой признак этой апатии почему это приходит к нам о чем говорит эта апатия почему она пробуждается во мне у всего ведь есть причина что же мне делать до того как во мне пробуждается эта апатия чтобы она не пробуждалась мы должны прийти к вечной любви и там нет места для апатии так 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 как же как любить без перерывов непрерывно все посмотрели на меня что я не знаю не знаю не знаю сам самое первое это любовь к себе оттуда ты можешь любить близкого своего товарища как же ты можешь любить себя это пытаться беспокоиться о себе на всем пути и тогда ты можешь дать советы своему товарищу и другим единственный путь любви начинается с себя конечно это может быть трудно но это необходимо это нелегкий вопрос чтобы ответить на него я не уверен возможно ли это вообще я думаю что мы строим любовь поверх отторжения или даже какой-то определенной ненности к товарищам мы должны преодолеть и подняться над этими состояниями но эти состояния пока что проявляются даже если ты не хочешь чтобы они проявлялись я думаю что настоящая любовь строится над этими состояниями когда тебе удается преодолеть эти состояния то я не знаю я чувствую что я все время люблю товарищей у меня нет никаких помех это хорошо потому что чем больше мы поднимаемся по ступеням мы ощущаем все больше помех нам приходится все время преодолевать их мы делаем это вкладывая в группу любовь это 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 когда ты желание товарищей ставишь прежде своих желаний чтобы чтобы было им лучше и не важно что у тебя ты если так ты никогда не почувствуешь этой любви почти невозможно потому что любовь это то что ты не чувствуешь по отношению к себе может быть ты доволен собой любовь это поставить желание другого перед своим и когда ты делаешь это без всяких условий ты можешь достичь этой любви этой любви которая нескончаема постоянно почему в нашем мире нет любви просто нет просто нет или инстинктивные отношения как мать к ребенку все эгоистично и почему же внутри эгоизма нет любви а есть только использование пожалуйста из каббалы мы знаем что нет любви мы должны заново определять что является этим понятием потому что мы всегда рассчитываем ради собственной выгоды оно истинно любовь это любовь к товарищам а через любовь к товарищам к любви к творцу и и и и и и мы видим как можно найти там равновесие и тогда приходит любовь к товарищам в эгоизме мы понимаем что восприятие реальности не является любовью оно эгоистично и это только в форме получения мы не знаем что в этом и мы знаем что в этом не может быть любви но вместе с тем если есть помощь товарищей и и и с помощью этого трудно это даже описать это не то восприятие которое нам знакомо что такое любовь я не знаю но мы должны работать и работать и работать и работать все время пока мы начнем очищать всю эту шелуху и раскрывать это и раскрывать что такое любовь мы не видим это на этом этапе а эгоизм в состоянии самосохранения он берет окружение товарищей чтобы работать относительно отдачи это любовь это истинная работа без всякой пользы и выгоды для себя и когда я не чувствую от этого ни плохого ни хорошего но если я могу в группе почувствовать отдачу возможность это сделать то мы можем найти это все эти желания наполнять их без конца да да что бы мы делали если бы это было здесь в чем разница между стыдом страхом любовью в эгоистическом в эгоистическом желании то есть в нашем мире и в желании отдавать то есть в высшем мире страх трепет любовь стыд трепет любовь первое что приходит мне в голову что в этом мире это то что мы переживаем в себе я могу только представить себе как эти чувства в высшем мире это только это то что мы можем почувствовать только вместе как какое-то совместное чувство между нами я не знаю ответ на этот вопрос любовь и отдача это такие вещи которые нам не знакомы чужды и я отношу любовь к тому что доставляет мне удовольствие если это не так то я не хочу иметь к этому отношения но движение к цели это обратное нашей природе и осознать насколько мы далеки от Творца если мы так двигаемся и злое начало раскрывается мы постигаем все более высокие ступени стыда и осознание насколько мы обратны противоположны Творцу и вот в этом раскрытии вместе с этим придут более высокие ступени страха и мы осознаем зло желание получать мне кажется что существует какая-то борьба в нашем эгоизме между нашим желанием объединиться и наш эгоизм сам борется испытывая страх мысль любви желание объединиться и даже страха не объединиться я думаю что ответом на этот вопрос будет что самое наше глубокое желание объединиться и работать через и над нашим желанием не объединяться вследствие всевозможных отговорок которые я нахожу для того чтобы просто сделать объединение с этой группой и с Творцом да я согласен с той борьбой о которой ты говоришь и я бы сказал что страх трепет и стыд они разрушительны это разрушительные чувства и они приводят к разрушению это плохие свойства ты чувствуешь себя виновным и это вызывает конфликт с чувством любви и ты не можешь любить других если ты не любишь себя прежде пример супружества есть разное состояние как ты можешь выразить свою любовь другому если ты не выражаешь сначала любовь к самому себе это не значит что ты должен быть таким эгоистом но ты должен забыть о своем здоровье и так далее и так далее последний вопрос не разница чем между стыдом страхом и любовью в этом мире и в будущем мире а какова связь между ними между стыдом страхом и любовью как они включаются друг в друга и связаны друг с другом как они вызывают одно другое пожалуйста если вам трудно вы должны найти это в центре группы в центре круга там находятся все решения пожалуйста извлеките это оттуда я думаю что стыд исходит из противоположности Творцу когда мы обнаруживаем насколько мы далеки от его свойств любви и отдачи которые создают ощущение того что ты не такой как он и это вызывает стыд в нас а страх исходит из того что ты боишься что что у тебя что у тебя будут эти свойства дачи любви это вызывает страх потому что ты хочешь их но из-за страха того что ты обратен ты боишься что ты не сможешь достичь этих свойств воист и третье у нас что любовь ну любовь связана с этим то что ты испытываешь страх перед этим что ты не можешь любить товарищей что тебе стыдно ты видишь что ты любишь только себя ты хочешь полюбить товарища и ближнего и у тебя есть страх из-за различий между тем что ты чувствуешь и и желание использовать других и желание поставить их желание перед своим в этом мире стыд страх и любовь поскольку я люблю себя я вижу что другой видит что я делаю что-то неправильно и когда это раскрываю я чувствую стыд что это раскрылось а когда я нахожусь в высшем мире в другой форме я люблю творца и поэтому чувствую стыд от того что я не не соответствую его ожиданиям и поэтому я боюсь что я не буду достаточно сильным чтобы достичь этого и разница между стыдом страхом и любовью так друзья мы должны прекратить я очень доволен тем что вы проделали действительно вы мне сказали здесь есть много новых учеников которые никогда не были никогда не участвовали я не чувствую все старики все умные с хорошим желанием молодцы а 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 как сказано то что мы не постигнем мы не не сможем дать этому название все нужно постичь в наших чувствах почувствовать буквально ощутить и именно в таких вот упражнениях это и есть форма вхождения в кабале я вижу что с вами можно идти вперед здорово а а а а а Спасибо. Спасибо. Завтра мы продолжаем далее из того состояния, о котором мы говорили сегодня, из страха, из тревоги, любви, стыда. Как мы можем отформатировать клей вначале, внутри нас? Завтра мы поговорим о том, как мы раскрываем в этом клей Творца, как мы связываемся с Ним в следующий этап. Это возможно лишь при условии, если мы сохраним то, о чем мы говорили сегодня. Страх, тревога убежать от объединения. Творец пока что продвигается с нами в милосердие. Он не дает нам вдруг каких-то таких мероприятий, когда там был в прошлый раз пожар или что там, наводнение. Или как у нас в пустыне вдруг начался дождь, ночью, в таком месте, где много лет не было дождя. Ну, я надеюсь... Будем надеяться, что мы спокойно проведем эту ночь. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но мы должны беспокоиться, чтобы каждый из нас... Чтобы его сердце было наполнено хорошим беспокойством. Как мать, которая заботится о младенце. И с ним все в порядке. Слава Богу, он здоров. Он хорошо покушал. Она уложила его спать. И у него есть хорошее ощущение о нем. Но она, тем не менее, все равно постоянно думает о нем. И вот эта забота такая на маленьком огне. Мы должны привыкнуть к ней. Она должна все время гореть. Ну, не гореть, а как тлеть на углях. Как вот в камине. Так немножко. Давайте заботиться, чтобы наш этот камин все время так вот поддерживал маленький огонь. Чтобы он работал на маленьком огне. В таком заботе между нами. Чтобы это давало нам большей тонкости. Чтобы это дало нам да, тонкость. Я даже не знаю еще слова. В отношениях друг к другу. Тонкое стремление от сердца к сердцу это Творец желает увидеть в нас. Подумайте об этом. Ну, и спеть что-то. Это место. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...